МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 55. Для школы возраст символичный. Сразу две пятерки. Елена Войнова в числе тех, кто воспитывает в этих стенах отличников. Она учитель начальных классов. Работает здесь уже больше 20 лет. Практически вся жизнь моя прошла здесь. Я помню интернат с 5 лет, потому что мои родители работали здесь. Отец начинал старшим пионервожатым, потом был учителем. Поэтому ребенком я многое уже помню. Ну, а потом училась сама. Взрослеют воспитанники. На их место приходят другие. Бесконечный круговорот жизни и неизменные ощущения. Здесь все друг к другу родные. Мы тут все дружно, как семья. Ну, вообще хорошо. Есть те преподаватели, которых я знаю уже много лет, и я не знаю. Я благодарен им. Я, конечно, буду приезжать и навещать. Почти сотни учеников, таких непохожих друг на друга, усидчивых и непослушных, исполнительных и творческих. И каждому нужно помочь найти свою дорогу в жизни. У нас 41 ребенок из категории ребенок-сирота и ребенок, оставшийся без попечения родителей. У нас 23 ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Среди них 13 инвалидов и остальные дети, прибывшие с территории Украины. Большое значение здесь придают патриотическому воспитанию. И в этом главные помощники – сотрудники ветеранов ФСБ. Уже почти 30 лет они со школой-интернатом добрые друзья. Буквально только сегодня я познакомился с Мариной Александровной. Поэтому дружба только начинается. Для меня это очень важно, потому что сам в свое время я закончил школу-интернат в городе Благовещенске на Амуре. Скоро школе присвоят имя Геннадия Карманова, подполковника УФСБ. Еще при жизни он стал для ребят настоящим примером мужества и патриотизма. Это ко многому обязывает, чтобы и в дальнейшем быть примером для школы и нам самим, и, естественно, конечно же, и сотрудникам. А такая дружба не может не вдохновить ребят, позрослев, стать своим старшим товарищем-коллегами, пополнив ряды ФСБ и других силовых структур. Гелена Рязанцева, Антон Латышев, телеканал СИМ.